Приветствую вас. Мне кажется, что ответ на ваш вопрос достаточно прост. Ставь мамой, вы увидели в своей маме себя. То есть то, как она вела себя с вами. Вот. И то, как вы ведете себя сейчас со своим ребенком, одно и то же. И вы, видя это, испытываете раздражение. Потому что себя вы не принимаете. Болезненно воспринимаете вы ее критику, потому что, как и любая дочь своей мамы, вы хотите быть на нее похожей. И эффективно пытаетесь добиться ее одобрения. Ну, потому что, возможно, ваша мама этого хотела, чтобы вы были такой, как она. Любой родитель хочет, чтобы его ребенок был таким же, как он. То есть был похожим на него. Это родителю любит, это родителю нравится. Это тешит ЧСВ родителям. Вот. Правда, не решает, к сожалению, проблема. А проблема в данном случае такая, что вы, не принимая себя до конца и находясь во власти того, что хочет от вас мама, переживаете из-за того, что не можете заслужить ее похвалы, ее одобрения. Вот. И, соответственно, отсюда раздражение, звуки и так далее. Вот вы подумайте, почему вы тяжело переносите критику маму. То есть, ну, что такого сразу в критике? Ну, что критикуют она вас? Ну, что она послушает и что она говорит? Вот. Либо сделайте так, как она говорит, либо не делайте. Вот, если у вас есть четкая позиция, да, по данному, ну, по тому или иному вопросу. Вот. Что проблем с отверстиями быть не должно. Вот. Но у вас эти проблемы есть. У нас все вы не уверены в себе. Вот. Ну, и я так думаю, что ваша мама, она довольно таковатная женщина. В том смысле, что она пытается, возможно, как-то командовать вами, пытается, возможно, как-то управлять вами. Вот. Ну и так далее. Я, конечно, не знаю всех тонкостей. Вот. Но думаю почему-то, что именно так все стоит. Вот. И, соответственно, соответственно, вам это все тяжело дает, безусловно. Короче говоря, с твоей мамой вы видите себя. Короче говоря. Своей мамой вы видите себя. И поэтому вас так это напрягает. Что надо сделать? Выходить из сценария, который забрал вам ваша мама. Вот. Учиться, прислушиваться к своим желаниям, к своим потребностям, к своим чистым, к своим эмоциям. Вот. И, соответственно, действовать уже, именно, входя вот из того, что дорого и ценно вам, а не, скажем, того, что важно и ценно вашей мамы. Вот. То есть, если вы, если вы, постарайтесь понять на более таком детальном уровне, с чем связана реакция вашей мамы, чего ваша мама хочет, например, для вас. Что ей нужно, например, опять-таки, для вас. Чего она желает для вас. Вот. Если вот ответы на эти вопросы будут, вот, то вы сможете уже с этим что-то делать. А пока вы живете, как говорится, в полной несознанке. То есть, вы не осознаете. Нет личных, личных границ. Нет понимания того, где вы и где мама. То есть, где ваша ответственность за то, что вы делаете. Где ответственность мамы за то, что делает она. Вот. Но зато, зато очень здорово чувствуется у вас, знаете, такой прям, я бы сказал, ага, ну, такой, такая, такой налет неустойчивости чувствуется. То есть, а вдруг, вдруг я делаю что-то не так. Вдруг, эээ, я не прям себя веду, а вдруг, понимаете. Вот. Я думаю, что основная проблема именно в этом, в том, что вы просто-напросто в себе, в себе не уверены. Вот. Ну, это все можно подкорректировать. Возможно, у вашей истории с вашей мамой есть еще какая-то подоплека. Например, взаимные обиды, или, или, ваша недолюбленность. То есть, ну, нибудь не испытывали любви к ней. Вот, а то вы говорите, что вы не помните, что было в детстве. Вот. Ну, у меня думало бы, если вы, если вы не помните, да, вот, то вполне возможно, что не случайно не помните. Вот. Подознание, как правило, оно исключает то, что человек не хочет помнить. Вот то, что ему не приятно. По крайней мере. Вот. Вот. Злость и обиды внутри. Вот на что? Злость и обиды. Вот на что обиды. Чего ожидается? Чего хочется? Что чувствует? Что? Когда мама вот. Ва, вас кортикует. Что все это, все это можно и нужно разбирать. А, если хотите. Вот. Ну, вот, в принципе, все. То есть, это нормально, если вы все делаете не так. Значит, нормально вы стали взрослой женщиной, вы стали мамой. Вот, и, как бы, вы просто, а, неприемное терапевство, вот, то есть, неважно, но неприемное бравенство, да, поэтому ее заброняют, а вы все еще хотите, как бы, перед ней выслуживаться, да, перед ней, ну, покрасоваться, показать ей, какая, какая, вот, вот, смотри, мама, и так далее. Вот, ну, а вам это не нравится, потому что вы себя, как я уже сказал, не принимаете. Вот, ну, вот, примерно так можно описать, что с вами происходит. Вот, как сказала моя коллега, эм, может, с этим можно работать, с этим можно и нужно работать, а если у вас есть желание. Трецептория, она здесь, по сути, такова. Вот. что вы хотите? Вот, конкретно, что вы хотите. Я вот вам сказал, да, что происходит? Ну, хорошо. А дальше? Что, что дальше будете делать с этим? Вы же понимаете, что само по себе это, ну, не пройдет. Вы же понимаете, что ситуация будет, а, загубляться только. больше, 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 надо будет сгубляться. Вот. Так что, если вы хотите исправить это, хотите, то есть, принять ману, с такой, какая она есть, не испытывать злость игры и раздражение на нее, во что угодно, неважно, во что. Вот. То сначала нужно вам принять себя, такой, какая вы есть. и, если вы их примете в себе, то сделайте это, это, ну, своей, скажем так, целью, да, только вы сделаете целью принять себя в трава. Вот, в смысле, мама готова принять, и раздражения не будет. Вот. Что-то говоря, ваша мама, она тоже вполне возможно видит, что, мам больно, обидно, смотря на, что же получает от этого какую-то определенную выгоду, комментируя, реализовывая свои желания, которые у нее есть тоже. Вот. Такая вот история. Неприятно, да, безусловно, но остаться вполне. Часто, вот, когда возникает такая история, что родители чувствуют себя ненужными, потому что дети от них отдаляются, вот, им нечем себя занять, им нечем заниматься, да, вот, например, подумайте, насколько занята ваша мама, насколько она счастлива. Вот. Ну, выведет, то есть, одел у нее, скорее всего, чтобы никак их нет. Или это дела, которые ее не увлекают. Ну, и, соответственно, куда энергию сливать? Столько на своих детей. Вот. Больше никого нет. Таких из близких этого человека. Проблемы, то страдают всегда близкие. Это закон. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.